Недавно я снимал видео и рассказал о том, что грядут достаточно тяжелые времена и будет хаос. И недавно Набиулина подтвердила, что так будет. Но в хаосе рождаются какие-то структуры, всегда новые, и здесь очень важно найти себя в этом месте. И очень важно уловить какие-то моменты для того, чтобы подняться, потому что вот этот вот хаос, это может быть стартом для вашего просто взлета в космос. Сейчас попробую рассказать об этом. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Ну, очень многие говорят, что есть какие-то вот настроения у всяких там паникеров, что значит, это все развалится и так далее. Не верьте им, значит, все будет хорошо. Но есть другие люди, у которых мнение противоположное, которые говорят, что, в общем-то сказать, хорошо, не будет. И, ну, люди, конечно, верят там пропагандистским каналам и так далее. Но, скажем, вы не можете не верить, наверное, Набиулиной, которая, выступая в Госдуме, сказала буквально следующее. Глава Набиулина спрогнозировала начало трансформации экономики, очень так мягко сказала, во втором-третьем квартале. По словам Набиулиной, российская экономика вступает в непростой период структурных изменений, связанных с санкциями, которые будут сопровождаться ростом цен и повышенной инфляцией. Еще раз, ростом цен и повышенной инфляцией. Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. То, о чем говорит Наталья Зубаревич. И уже во втором, в начале третьего квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса. Вот что важно. Проанонсировала Набиулина. Набиулина рассказала, что в условиях санкций Романка может распоряжаться примерно половиной своих резервов там. Ну и так далее, и так далее. То есть, Набиулина говорит, что мы очень мягко в период трансформации экономики вступаем. Давайте я еще из сайта, с телеграм-канала Соловьева сделал скриншот. Небольшой Соловьев приводит слова. Он пересылает сообщение из пул номер 3. Ну, Соловьев у себя публикует. Депутат Госдумы, создатель одной из крупнейших в России молочных компаний, Аркадий Пономарев о сельском хозяйстве и санкциях. Ну, там достаточно длинный пост. Я читаю то, что в конце. Смотрите. Сельское хозяйство. Казалось бы, то, что у нас, в принципе, на подъеме, и то, что нас спасет, с одной стороны. Но с другой стороны, вот что он пишет. Один из пунктов. Ситуация с оборудованием в сельском хозяйстве из-за санкций тяжелая. Отечественного оборудования практически нет. И грустно смотреть на бровадные выступления, когда говорят о чем-то, что делается у нас, депутат Госдумы. Несколько дней назад по телевизору показывали завод, где делают бороны. Это такая рамка со штырями, которая тянет трактор. Вот что мы можем. Эта тема ни о чем. Если мы говорим об оборудовании, мы первым делом должны говорить об энергонасыщенной технике. Это тракторы, зерноуборочные комбайны, опрыскиватели. Вещи, без которых невозможно посеять и собрать урожай. Отечественные комбайны Ростсельмаш. Сделаны на импортных компонентах. Тяжелые тракторы. Базовую вещь в сельском хозяйстве выпускает единственный отечественный производитель. Петербургский тракторный завод. У них, насколько я знаю, наши двигатели и наши коробки передач. Но такая мелочь, как гидравлики, вся с Украины шла. То есть, это взято с ресурсов, которые Набиулина, Соловьев, суперпропагандист, тем не менее, признает такие проблемы. Итак, проблемы, то, что говорит Набиулина, значит, смотрите, складские запасы. Сейчас вся промышленность работает на складских запасах. Когда-то они закончатся. И постепенно, постепенно, не сразу. То есть, у кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но начнут останавливаться производства из-за нехватки деталей, из-за нехватки запчастей. И эти запчасти, ну, во-первых, комплектующие детали сейчас, скажем, не достать. И, с другой стороны, будут недостатки в запчастях для тех станков, которые существуют. Потому что они тоже импортные, они производят сейчас что-то. Но, после того, как они начнут ломаться, как я уже говорил ранее, там, производства подшипников у нас практически нет. Подшипники все шведские, поставляются, и где их брать? То есть, как бы, много-много производства будет останавливаться. И здесь надо искать выходы. И смотрите, что сейчас происходит. Сейчас происходит следующее. Две точки зрения, как бы, борются между собой, скажем, традиционные. Вот сейчас Путин собирает промышленников, там, крупнейших и так далее, и говорит, ребята, давайте начинайте производить что-то. Давайте начинайте производить те же самые подшипники и так далее, и так далее. Но для того, чтобы запоротые, в общем сказать, в хлам станкостроение или, там, приборостроение запустить, требуются годы, десятки лет. И нам, вот, те же самые, значит, бодренькие такие выступления говорят, что мы освоим, там, производство двигателей, производство, там, коробок передач. Значит, там, мы построим завод через три года. Ну, а в течение трех лет, что мы будем кушать, извините, чем будут люди заниматься, те, которые работали, вот, на этих самых, там, самолетах или, там, на автопредприятиях, в Тольятти, в частности. Что они будут кушать? У них, как бы, им говорят, не беспокойтесь, уже через три года мы вас примем на работу. Что, как жить три года? Вот, второй, очень такой, сейчас набирающий силу тренд, это совершенно другой. И, это тренд, который, ну, озвучил, скажем, вот, недавно совсем, ссылочку я вам скину в конце этого видео. Что, Евгений Коган, он председатель Столыпинского клуба, значит, инвестор и так далее, я его постоянно смотрю, интересуюсь. И он сказал, что на очередном заседании Столыпинского клуба, а там собираются ведущие эксперты, экономисты, и они ищут выход из положения. И, сейчас, вот, он говорит, что, ну, вот, раньше, ну, совсем недавно, еще, там, год назад, два назад, к мнению экспертов, экономистов, в общем-то, практически не прислушивались. И все решения, которые в стране принимались, они принимались чисто политически. И мы сейчас сделаем это, мы сейчас сделаем то. И, когда принимаются политические решения, там, в общем-то, экономический блок вообще никто не спрашивал, главное экономика, главное, значит, Россию поднять с колен, там, и так далее, скрепы, прочее, Крым, там, Крым наш, защитим ДНР, ЛНР, там, и так далее. Но, как вы видели, с началом специальной военной операции, начало вот этой вот операции было абсолютной неожиданностью для экономического блока, в частности, для той же самой Набиулиной, которая, в общем, оказалась, ну, абсолютно, с ней никто не советовался. И она совершенно спокойно размещала средства в американские ценные бумаги, потому что, ну, с ней никто не советовался, ей никто не предупреждал, что будет война. Вот, и поэтому, поэтому вот так получилось, что средства России заблокированы в Америке, потому что, ну, потому что, если бы готовились, то, в общем, сказать, ну, то есть, она, как бы, здесь ее не надо винить, что она туда вкладывала, потому что она в той экономической доктрине работала. Сейчас она работает в другой экономической доктрине и делает все от нее возможное, ну, я считаю, что очень много она делает. Вот, так вот, что происходит на Столыпинском клубе? На Столыпинском клубе, ну, там разные эксперты, ведущие экономисты и так далее, в частности, с совершенно радикальным докладом выступил там Дерипаска, олигарх, понимаете? И он выступил в следующем ключе, он говорит, надо дать максимальную свободу предпринимателям, малому бизнесу, и это именно то, что спасет экономику, потому что малый бизнес сейчас начнет вертеться, начнет искать какие-то возможности. И эти возможности будут совершенно фантастические, где он это достанет, как, я, говорит, не знаю, но и все говорят, что возможности будут фантастические, и все это сделает малый бизнес. Поэтому Дерипаска, что сказал Дерипаска, вот, слушайте внимательно, он говорит, надо, первое, дать максимальную свободу малому бизнесу, полностью освободить от всяких проверок, полностью, полностью освободить от всяких проверок, значит, там всякие вот, это контроль и так далее. Он говорит, надо сократить государственный аппарат вдвое, а аппарат силовиков практически в пять раз, потому что силовики, ну, занимаются отжимом, значит, занимаются всяким рэкетом и так далее. И, говорит Дерипаска, надо провести тотальную амнистию по 159 статье. Это та самая статья, по которой сажают всех предпринимателей, причем сажают их, ну, по любому поводу, это универсальная статья, любого предпринимателя можно посадить по 159 статье, ее просто шьют всем. Это статья о мошенничестве, и, значит, если там больше 10 тысяч рублей, значит, там сумма ущерба, которую могут насчитать, то, значит, это мошенничество в особо крупном размере, там, если, так сказать, там, два человека заинтересованы, то, значит, соответственно, совершенная группа элиц, там, и так далее, и так далее. И именно по этой статье сажают именно предпринимателей. Ну, кого сажают? Ну, например, предприниматель за взятку получает какой-то участок для строительства чего-то, ну, а без взятки у нас участок не получишь. Кого сажают? Предпринимателей, а чиновник здесь обычно ни при чем, потому что чиновников никогда не сажают, а чиновники как раз вымогают эту взятку, и без взятки там ничего не добьешься. Вот такая история, потому что чиновники сами себя защищают, чиновники, они государственные, и когда идет разбирательство в суде, значит, прокуратура всегда становится на стороне государства, то есть государственных людей, чиновников, а кто такие предприниматели, они не государственные, их в тюрьму. Вот такая история. Ну, то есть, вот я объясняю просто, как все это происходит, а без взятки, вы знаете, что у нас, в общем сказать, ну, трудно что-либо сделать, по крайней мере, было до сих пор. Так вот, Дерипаска говорит, освободить все вот эти вот препоны и так далее. Но здесь я не совсем могу согласиться с тем, что надо силовиков сокращать, потому что силовики нужны именно предпринимателям для того, чтобы защищать их интересы, потому что будут бандиты. Сейчас роль бандитов исполняют сами силовики, то есть они просто стали бандитами, понимаете, вот, они отжимают бизнес, они, значит, занимаются вот этим рэкетом и так далее, то есть это сплошь и рядом. Вот, здесь надо просто полностью роль государства поменять для того, чтобы государственная политика была именно в том, чтобы защищать малый бизнес, защищать собственность. И к чему я это говорю? К тому, что, кажется, вот эта вот политика, я надеюсь очень, я верю в это, политика по поддержке малого бизнеса начинает как раз проявляться в последних постановлениях и решениях правительства России. И меня это очень радует. Ну, в частности, было принято постановление о том, что можно сейчас завозить лекарства, которые выпущены для иностранных производителей. То есть, ну, как бы, те, которые не сертифицированы, не то, что не сертифицированы в России, то есть, скажем, индийское лекарство, но с индийской же инструкцией. Почему нет? Вот, я был в Турции, между прочим, и заходил там в аптеку, когда, и я посмотрел там те же самые лекарства с теми же самыми названиями и были дешевле, чем у нас. Почему не ввозить? А эти лекарства производятся где? В Индии. Значит, можно из Индии завозить лекарства и таким образом помогать России с обеспечением лекарствами и так далее. То есть, один вариант, понимаете? И здесь, ну, просто можно, как бы, это ниша, это вариант, и, видите, правительство это поддерживает. Потом, значит, правительство говорит, что будем искать возможности для альтернативного импорта. Это, ну, как раз то, чем я хочу заниматься, я сейчас, вот, ну, по крайней мере, ищу возможности для этого, потому что, ну, у меня есть, наверное, для этого способности. Вот, какие еще будут варианты? Смотрите, сейчас будет нехватка всяких запчастей, это понятно. И для того, чтобы производить запчасти, конечно же, ну, там будут заседать правительство, будут говорить, что давайте, там сказать, налаживайте производство. Наладить производство массовое достаточно сложно. Для этого нужно, ну, построить завод, поставить туда станки и оборудование, которые нам никто не продает и так далее. То есть мы можем, значит, конечно же, поручить каким-нибудь ротодмергам построить кучу, значит, этих самых недвижимости, заводской уже, производственной, это хорошо. Но в эту производственную, как бы, цеха надо поставить оборудование, а вот с оборудованием у нас плохо, его никто не продаст. И сами мы его не производим, станки. Поэтому, значит, я считаю, и я вам могу сказать точно, я пережил этот момент хаоса в начале 90-х годов. Тогда то же самое было. Смотрите, тогда, когда вели новые отношения экономические, говорят, никакого госплана, только экономические отношения. Моментально были порушены все логистические связи, почему вся промышленность, ну, как бы, рухнула советская. Ну, потому что логистические связи были порушены. Ну, в частности, вот спустя там какое-то время уже после перестроек всяких, я купил гильотину, которая была произведена на Украине. Я стал искать, значит, какие-то запчасти от этой гильотины, значит, там нож и электронику. Я звонил куда-то там, нашел этот завод, на котором она производилась, завод оказался на Украине. И в результате, в результате я дозвонился туда, я выяснил, ну, говорят, что завод закрыли, значит, за ненадобностью все оборудование продали, и на месте завода открыли лесопилку. Потому что это выгоднее, это просто вот, ну, как бы лес пилить. Зачем нам завод для производства станков? Вот, и вот это было, и я нашел там эту электронику, которая производилась в Курске, где-то, так сказать, завод в Курске, который производил эту электронику. Электроника нужна была, ну, станок вообще говоря, с ЧПУ. Вот, электронику производили в Курске на заводе счетмаш, но мне сказали, что единственный человек, который там знает, что это такое, и... То есть, мне дали его телефон, но мне сказали, звони строго где-то там во вторник-среду, и лучше утром, может быть, ты его поймаешь в нормальном состоянии. Я говорю, что, пьет? Пьет. Пьет безбожно, понимаете? Вот, что я хочу сказать, что деградация экономики, она будет, она будет, и эта деградация экономики будет выливаться в чем? Ну, значит, будут закрываться те производства, которые есть, потому что нет запчастей, нет деталей, и на месте этих цехов будет производиться там, ну, какой-нибудь ширпотреб, значит, швейка какая-нибудь, то, что мы можем делать. Какие-нибудь цеха, значит, там мясорубку поставили, и стали котлеты лепить там, ну, и так далее. Это было. Вот. Но, что будет еще? Смотрите. У нас есть огромное количество заводов. Что было в 90-е годы? У нас есть огромное количество заводов, каких-то предприятий, на которых есть станки. Хорошие станки есть. Хорошие станки. Я знаю, потому что я искал, я сам вытачивал эти самые детали. Есть хорошие станки. И эти станки часто не задействованы. Что было в начале 90-х? Слушайте меня. В начале 90-х было следующее. Была, так сказать, как бы, вольница объявлена. Вот то, что сейчас, как бы, я думаю, будет с малым бизнесом. И начали создаваться так называемые кооперативы. И где они создавались? Ну, кооператив ты создаешь. А что ты будешь делать кооператив? У тебя нет ни денег, ничего. Есть только желание заработать кучу денег. А знаете, кто начал зарабатывать деньги? И большие деньги. И которые потом стали олигархами. Так вот, большие деньги стали зарабатываться в тех кооперативах, которые были созданы при вот этих самых заводах, предприятиях, где есть станок. Есть, например, какой-то станок фрезерный, хороший станок, который, так сказать, там в трех, можно, во-первых, запрограммировать, во-вторых, значит, там какой-то, ну, он вертит детали и так далее, значит, со всех сторон может что-то изготовить. Так вот, запчасти, которых сейчас не хватает, они будут изготавливаться как раз на каких-то станках. Если я, например, мне нужна только одна шестеренка, я ее заказывал, там, мне ее изготавливали. Но будет кооператив, который будет шлепать эти шестеренки. Где он их шлепает? Ну, как бы никто не будет обращать внимания. А шлепать он будет их на тех станках, которые стоят уже на существующих заводах. Потому что существующие заводы и существующие директора заводов, они, ну вот тогда, по крайней мере, были не способны приспособиться к новым условиям. А люди, значит, начинают там, кто-то там, кто работает, начинают, ну, типа, втихаря, значит, они там выполняют план, у них был план, значит, они выполняют свой план, и типа в нерабочее время они, значит, там вытачивают то, что им надо. И постепенно эти кооперативы начинают подниматься, подниматься, подниматься. Кто-то их пытался давить, но это невозможно. А кто-то их что сделал? Возглавил. И говорит директор, говорит, слушай, ну вы там делаете на своем станке, я не буду обращать на вас внимания, если вы меня включаете в состав кооператива, и я там с вами сотрудничаю, и я вам еще и заказы подгоняю. И вот такие директора постепенно начинают подниматься такие заводы, такие кооперативы, и постепенно начали, вот этот кооператив постепенно, постепенно он так вот растет, 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 и в конце концов, что происходит? Происходит следующее, этот кооператив выкупает собственное предприятие. Хорошо это или плохо? Я считаю, что это хорошо, потому что создаются рабочие места. люди работают люди создают новую продукцию и так далее и они в конце концов вытесняют те старые отношения которые были и так скорее всего будет поэтому если вы работаете где-то на заводе если вы что-то там производите думайте кому это надо ищите возможности если у вас есть там лазерный какой-то станок для чего-то там вы можете ну вот у нас например есть лазерный станок который режет металл сказать толщиной там по моему до двух сантиметров он даже режет и все у ребят есть заказы и они будут и сейчас если это заказы разовые то эти заказы потом пойдут на какие-то массовые и сейчас например да конечно крупному заводу выгодно иметь одного крупного поставщика но нету их и где этот завод будет искать вот эти вот материалы которые будут поступать а вы предложите ему значит там какой-то значит он скажет мне нужно там 100 тысяч миллионов вы скажете но мы можем произвести только 100 и таких которые 100 появится много и они начнут значит ну поставлять завод постепенно начнет работать и вот это вот можно сделать достаточно быстро в чем здесь трудности и и какие они будут будут естественно трудности с качеством потому что качество той продукции которые выпускает скажем один завод его можно контролировать там поставил контролеров и и и заставляешь их выпускать качественную продукцию здесь кто во что гораздо будет потому что поставщиков вот этих вот запчастей будет огромное количество и какие-то из них будут качественные какие-то некачественные поэтому но в ближайший год понятно что качество выпускаемой в россии продукции очень сильно упадет скорее всего и и ну там будут выживать те кто но 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 и цена тоже будет соответствующий потому что опять жизненный уровень такой будет но соответственно постепенно все это будет вот из хаоса из этого хаоса рождаться какие-то новые структуры и те кто оседлает вот это вот направление ну те получат совершенно точно преимущество и они поднимутся и их но как бы благосостояние будет ну колоссальным то есть колоссально с колоссальной скоростью увеличиваться поэтому друзья мои ищите возможности я тоже буду искать возможности для того чтобы вот начать зарабатывать и кроме того сейчас в ближайшем время вот увидите будут поощряться малый бизнес будет наконец-то тот же самый центробанк выделять льготные кредиты то есть скажем будет создана программа кредитования малого бизнеса и уже говорится о том что будут льготные кредиты для развития там производства любого как угодно вот будет будет поэтому создавайте малый бизнес занимайтесь малым бизнесом ищите ниши ищите покупайте оборудование которые значит можно купить на котором вы работаете на котором вы способны работать и если у вас есть какие-то навыки которые но вы можете что-то производить реально ребята занимайтесь этим ищите такие возможности они появятся точно совершенно и вы точно совершенно будете просто в шоколаде я вам это гарантирую потому что потому что деньги у россии есть пока еще и вот тот же самый коган я вам очень советую посмотреть ну во первых все это весит выпуск но там с момента один час двадцать четыре минуты значит там прямо вот именно просто лыпинский клуб и так далее вот там как раз именно об этом говорится что предполагаю предлагается вот именно организовать ну такой вот и государственную программу по стимулированию малого бизнеса и я думаю что здесь других вариантов просто нет и сейчас просто но все приводят доводы опять же период революции 1917 года когда большевики взяли власть там тоже была полная разруха тоже полный хаос и если вы помните историю там была политика на и по новая экономическая политика и новая экономическая политика она как раз заключалась в том чтобы дать опять же возможность малому бизнесу и так далее и вы помните значит по рассказам там нет маны и так далее появились то есть они очень быстро разбогатели поэтому ищите возможности будьте нет манами и просто вот держите ухо востро ищите ищите возможности структуры будут создаваться и возможно кто-то из вас станет новыми ну там если не олигархами то очень здорово очень здорово сможет подняться возможности будут в самое ближайшее время самое ближайшее время реструктуризация экономики осталось совсем мало 2 3 квартал это на секундочку окончание июня месяц июль час январь-февраль-март это первый квартал апрель-май-июнь второй квартал конец июня начало июля вот то что как бы вам набиулина она знает ток в этом деле предрекала но сейчас напишите пожалуйста что вы думаете по этому поводу куда будет развиваться страна ваше мнение поддерживаете вы это или нет ну а на сегодня все лайк подписка и до встречи с вами был демитков юрий